Чистые берега. Акцию с таким названием сегодня утром совместно с Минприроды провели активисты Молодой Гвардии. В качестве объекта для уборки была выбрана пойма реки Нальчик. Между тем, ровно через месяц во всех регионах страны пройдет общий субботник «Зеленая Россия». В том, что и к концу августа волонтерам будет чем заняться, сегодня сомневаться не приходится. Елена Кушова продолжит. Хорошо, что выходных на неделе только два. Ничего другого сказать, глядя на эти мешки отходов, активисты молодогвардейцы не смогли. С таким количеством мусора, полиэтилена, битых и небитых бутылок не справилось бы и куда более полноводное, чем Нальчик река. Мусора очень много. Очень обидно, что люди за собой не убирают. Надеюсь, что мы хоть какой-то пример показываем им, и они тоже будут за собой мусор убирать. О том, что культуру бережного отношения к природе нужно воспитывать с самых малых лет, известно всем и давно. Но начинать при этом с себя готов не каждый взрослый. Дети урок усваивают и даже пытаются убедить других. Чтобы они не сорили, ну, чтобы природу не засоряли. Но вот сохранится ли эта убежденность в будущем – большой вопрос. Чем выше технологии, тем больше мусора человек за собой оставляет. И куда девать отходы, объективно говоря, проблема общемировая. Причем актуальность ее нарастает с каждым годом. Собранный сегодня мусор отправят на городскую свалку. В перспективе как раз речь идет о том, чтобы на этих свалках стояли не просто ямы, куда бы можно было захоронить эти отходы, чтобы на них стояли мусороперерабатывающие линии, которые могли бы сортировать и производить из этого мусора какие-то товары, которые могут повторно приносить пользу населению. Вопрос ликвидации полигонов, твердых бытовых отходов сейчас решается на федеральном уровне. В правительстве России уже идет разработка пакета документов, который позволит за 7 лет создать новую отрасль производства. В субсидии на установку мусороперерабатывающих линий в первую очередь будут выдаваться предприятия малого и среднего бизнеса. Это позволит убить даже не двух зайцев, создать новые рабочие места, производить более дешевые товары и получить дополнительные доходы в экономику страны. Но в любом случае прежде мусор должен кто-то собрать.